Вы на конференции, на какой-то важной, у вас нету ни места, ни времени, вы все время приседать не получите, либо что-то такого. Вы можете сделать просто вдох-выдох тоже можно сделать. Смотрите, когда у нас увеличивается, сначала идет выброс в ингредиенты, начинается быстрое сердцебиение, правильно? От этого быстрого сердцебиения, что нам нужно, чтобы его уменьшить? Нам нужно медленно дышать. То есть вы понимаете, когда мы устраиваемся, мы как дышим? Правильно? Вот так вот. И чем мы будем медленнее дышать, тем быстрее, ну не быстрее, а лучше оно будет останавливаться. То есть оно будет подхватывать ваш ритм. То есть если вы будете вот так вот дышать, когда бегаете, сердце стучит быстрее. Медленно начинаете дышать, сердце начинает медленно стучать, адреналин точно так же шукует. Что еще можно сделать? Можно еще подвинить челюсть. Да, только не резко, не сильно. А вот так вот. Можно круговые движения, да. Вообще можно задача найти, если с кремлами не решать. Это вас отвлечет, но явно не ваш организм, я думаю. Можно, конечно, попробовать? Я не проверял вас. Ну, поскольку, ну, я тоже как-то делала на методике. Ну, в отличь от той эмоции, которая вызывает адреналин, и адреналин просто в тебе рассосется по твоей энергии и тому подобное. То есть если там элементарно хотя бы начать вспоминать там таблицу умножения, ну, просчитывать, я знаю, что очень быстро все проходит. Ну, самое сложное. Главное, что тебя вывело из этого состояния. Да, посмотри, если ты будешь читать стих, который ты знаешь, ты не будешь думать, ты будешь его автоматически раскапывать. Правильно? Если стих просто раскапать. А если ты начинаешь думать, там, 375 умножить на 2 и на... В это время еще... Здесь двойной вообще эффект будет. И челюсть у нас работает, что, между прочим, очень полезно для вашего выступления, потому что вы будете работать вот этим вот аппаратом, который сейчас вы будете разминать, и он вам даст хороший эффект. То есть не будет вот этого вот... Как оно? Петь. Глотаний слов, вот этих вот окончаний глотания. То есть вы разработали свой речевой аппарат, вы избавились от страха. Ну, еще если табличку умножения вспомнить вообще шикарно. Вот. Тоже один из методов. Метод еще, который... Метод называется метод Шанели, который я использую тоже достаточно часто. Мне он очень нравится. Тут, в принципе, не надо никаких физических упражнений. Это для тех людей, у кого хорошо развита фантазия. Если у вас есть... Знаете, вы можете перевоплотиться, именно погрузиться в свои мысли. Элементарно что мы делаем? Кто знает, что такое Шенель? Никто не знает? Никто. Ну и правильно. Пока маленькие вы знаете. Скоро попросите. Шенель это такая, знаете, как военное вот это вот бальто такое. Оно такое тяжелое, оно такое эмазивное, с такими плечами. Но вы видели, да? На картинках, фильмах может такие. Теплые очень такие. Вот. И оно нереально тяжелое. Может у кого-то было когда-нибудь, когда вы зимнюю одежду одеваете, а вам прям на плечи прям ее нести... Портфель. Портфель. Точно. Портфель вообще шикарный. Портфель всегда легкий. Легкий? А книжки где ты носишь? Книжки. Я ношу в сумке. В сумке? В маме, да? Нет. Ну вот смотрите, что вы делаете. Вы представляете себе вот это вот огромнейшее пальто. Представляете, что оно на вас. Вот. Вы представили, что оно на вас, и оно вот так давит вам на плечи, что у вас вот так вот плечи опускаются вниз. Вот представьте себе вот это вот состояние. А еще представьте, что его вообще дождем намочило, и оно еще тяжелее становится. У вас плечи? У меня плечи, у тебя плечи. Вот. Опускаемся вниз. Вот оно давит вам на плечи, давит, давит. Вот это вот состояние, оно на подсознательном уровне будет избавлять вас от страха. Рассказываю, как это работает. Смотрите, у нас по принципу работа нашего организма, какая у нас реакция на опасность, на беду, когда вам говорят там, кирпич видите. Что вы делаете? Стоит. Да, сразу? Прятать голову. У вас плечи сами поднимаются вверх, и вы как черепашка пытаетесь спрятать самое важное в вашем теле – это головы. Правильно? Вот. Из-за того, что плечи поднимаются, ваши мозги, они уже… У них программа записана, что когда плечи поднимаются вверх – это страх, это опасность. Нужно спасаться, нужно бояться. А я не просто решала, что… Ну, в сторону. Но все равно, как бы, самая распространенная реакция – это сразу плечи. Ну, в сторону и плечи вверх. Можно и так. Тоже вариант, в принципе. Но, когда вот эти плечи поднимаются, сразу начинается сигнал у мозги, что там, ого, надо бояться, надо беда, надо бежать, все такое. Когда мы приставляем вот эту вот шинельку, мы опускаем плечи вниз. Правильно? И сигнал точно так же пошел вверх, что все хорошо, все спокойно, нет никаких опасностей, можно расслабиться. Вот. И оно, на самом деле, вы просто… Даже себя вы, я не знаю, не надо себя уговаривать, ничего делать. На физическом уровне это все работает. Опустили плечи, расслабились вот так вот. Еще можно описать, что ваши руки вниз туда. Все полностью вниз поставят. Вот. И тогда это работает, страх у вас будет пропадать. Так еще, знаете, как говорят, по поводу, как вот это работает в мозгах у вас там. Если есть зория, она проверена и доказана, что наши мышцы, они запоминают информацию. Вот. Смотрите. То есть, когда у вас мышцы в улыбке, вот так вот, постойте несколько минут, и у вас улучшится настроение однозначно. Потому что, когда у вас мышцы вот в таком вот состоянии, обычно у вас хорошие эмоции какие-то, хорошие воспоминания, у вас идет сигнал тоже в голову, что все хорошо, все хорошо, все шикарно, я себя отлично чувствую, мне нравится. Все, все хорошо. И поэтому, даже если вам плохо когда-либо, ну это уже не к публичным выступлениям, а так по жизни, если вам когда-либо становится плохо, просто постарайтесь пару минут подержать, даже если вам не хочется. Постарайтесь просто и пару минут подержать, и вы заметите, что настроение у вас улучшится однозначно. Когда хочется плакать, тогда у вас. Вот. Молодец. Уже лучшее настроение и у нас, и у тебя, правильно? Да. Даже если вы выступали, что если ты взял ошибку, то зрители не узнают, что не знают, какое взял выступление. Конечно. Они же на репетицию не приходили, то они не знают. Даже если вы сделали ошибку, нужно подсказать зрителям, как реагировать. Это есть такое правило велосипедиста. Ну, в общем, случай такая история. Рассказывать даже очень интересно. По поводу того, что если вы там запнулись, у вас не получилось что-то, и они начинают с вас. В общем, надо им подсказывать, как нужно реагировать на то, что вы говорите. Однозначно. Всказываю случай с велосипедистом. Был один человек, у него был велосипед, и он хотел поставить какой-то рекорд. Была, в общем, гора, и он говорит, я с нее съеду. Там реально съехать, там можно убиться с этой, ну, с горы на велосипед. Это конечно просто. Пошмал. И он говорит, я съеду, поставлю рекорд, вот приходите. все, а как ставятся рекорды. Там куча репортеров, там куча всяких людей важных, которые спонсируют вот это все. Там рекламные плакаты, все, в общем, там телевидение. Это очень много денег надо тратить. Он говорит, я съеду, вот вы типа, приходите все. Ну, все пришли в ожидании, смотрят, как он начинает ехать, прям ждут, поставит ли он рекорд или нет. А этот велосипедист начинает спускаться. Едет, едет, едет. Через два метра он, короче, падает с велосипеда. Что тут за реакция зала? Смотрите сначала, что делает ход. Он упал с велосипеда, потом встает и... Да, доволен, такой, да. Все, да, 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 да. Садится на велосипед, дальше едет, на этом велосипеде и через два метра он снова падает. Он поднимается опять, доволен, ты молодец, такой. Знаете, то есть, вот этими вот жестами он рассказал публике, как реагировать. Они снова ему, он счастлив, он доволен, значит, он правильно все делает. Они же, давай им снова аплодировать, ты молодец. В общем, он в общем 35 раз, пока доехал, рекорд ходили. Рекорд он, понятное дело, не поставил, потому что он упал, но тем не менее, публика была, она была довольна, это было зрелище, они хотели зрелище, они его получили, пусть оно не то, на которое они рассчитывали, тем не менее, они его получили, и они его не обвинили, потому что мы потратили кучу денег на то, чтобы ты 35 раз упал, типа ты должен был съехать. Он им подсказал своими жестами, своим настроением, что это классно, ура, я молодец, и они тоже, они воспринимают это как, о, все классно, вообще супер, поэтому даже если вы что-то забыли, или что-то неправильно сказали, ну подскажите публике, что все-то, я молодец, все хорошо, все отлично, улыбайтесь, если вы начинаете вот это вот сразу, я не знаю, публика тоже так начинает реагировать, это ведь заразно, вы понимаете, вы рассеялись, и публика, ну на самом деле, да, ваше настроение, то есть вы вышли для того, чтобы не просто рассказать о чем-то, а передать, передать энергию, передать какой-то смысл того, что вы говорите, поймите, что публика, она обращает внимание всего 10% на то, что вы говорите, 10%, понимаете, все остальное, это уходит на то, как вы это говорите, и как вы разговариваете, то есть то, что вы говорите, то, как вы говорите, и то, что они видят, то есть то, что они видят, это 60%, 30%, то, как вы говорите, тоже больше, и 10% всего, в общем, совсем чуть-чуть, вот сейчас тут, я не знаю, есть кто-то по-матер, нарисую, нет, нарисую, процентов, есть? Да. Ноль. Ноль. Я на нее здесь не могу, нарисовать их? Ноль. Ноль. Ниночка, а если у вас, то вы говорите, и вот, давай, я знаю. Красивая? Да не, не надо, трогай, представить, я вам просто покажу, чтобы Ева тоже поняла, что я рассказываю. Вот смотрите, вот у нас есть выступление, вот это вот, все наше выступление, это и то, как мы говорили, и то, что мы говорили, то, что и как мы показываем. И мы его делим на вот так вот, на вот так вот, вот практически. Вот смотрите, вот это у нас идет один кусочек тортика, самый маленький кусочек тортика. вот это у нас самый большой, самый средний кусочек тортика и вот это у нас самый большой. И вот смотрите, вот этот самый маленький кусочек тортики это то, что вы говорите, это то, что люди воспринимают, это то, что они слышат слова ваши, то есть то, что они увидят. То есть, если вы говорите какую-то тему, они только 10% запомнят из того, что вы говорите. Вот, 30%, вот здесь у нас 10%, вот здесь 30%, вот здесь 60%, все вместе. 30% это то, как вы говорите. 30% это то, как вы говорите. 30% это то, ваша дикция, ваш разговор, ваши слова, ваши, в общем то, что они слышат именно, не воспринимают слова, а именно как вы говорите. Вот. И вот это вот 60% это то, что они видят. Вот смотрите, я вам только что на примере даже на своем расскажу, спасибо большое. Когда я вам начала это все объяснять словами, просто 60, 30, там, я не думаю, что вы запомнили, когда я вам подошла, нарисовала, там ничего практически не видно, ну ладно. Когда я подошла и нарисовала, вот это вот вы теперь не забудете, потому что визуально вы воспринимать будете намного больше. Вы можете забыть, сколько процентов куда пошло, но вы запомните по тортику, что самый большой кусок это то, что вы показываете. Жесты ваши, мимика. То есть вам есть всегда что показать. Если вы забыли слова, покажите это слово. Люди посмеются, и это ваше же пользуюсь. Они посмеются. Вы сможете их рассмешить. По крайней мере, они поймут, что вы пришли сюда с целью, чтобы что-то им донести. Вы пришли не просто там, я не знаю, поговорить вместе. То есть вы пришли с определенной целью. Рассказать, довести, поделиться, что-то объяснить. Вот. Ух, у нас так мало времени, так мало времени. И сегодня я вам еще расскажу про шаблонные слова, тоже очень интересно. Смотрите, свой чужой шаблон. Шаблонные слова. Как это делается, чтобы избавляться от страха. Обычно, ну, такая ситуация, девочки, в школе. У кого была, расскажите, ситуация, когда вы сидите на занятии и учите. Так, а сейчас к доске пойдет и смотрит там журнал. Кто же пойдет? Какая реакция у вас? Как вы любите, религируете ли это? Он больше не бывает столько лет. Лишь бы не я. Лишь бы не я, да? А кто-то сидит и говорит, ай, меня вчера вызывали, а что сегодня не вызовут точно. А мне кажется, сейчас я спрочу, что смотрят. Смотрят, какой летает. Не, ну вы знаете, может, конечно, обличники и думают. У меня, у меня, у меня. Вот, но все равно. Ну, реакция какая сразу, да, там? Ум. 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 Что нужно с этим делать? Вам нужно придумать какое-то шаблонное слово. Что значит шаблонное? Какое-то одно слово, которое вызывает у вас положительные эмоции. Какой-то драйв, какое-то увлечение. У тебя личная клиника. Вот. И Пухалина, она засвущалась. Ничего. Вот. И вот это вот слово, например, как оно должно работать? То есть, вы должны, вместо того, чтобы сказать, о боже, Алина, вы должны сказать, класс, ура, наконец-то. То есть, вы должны себя сами запрограммировать, да? На то, что, блин, я этого ждала, наконец-то. Я сейчас, даже если вы не знаете, это домашнее задание, но это больше, то есть, публичное выступление, потому что вы обычно готовитесь к ним, и вы знаете, что вы сейчас будете рассказывать. И поэтому, даже если вот так вот, мы сидим, я вот там вызываю кого-то, не надо, смотри, не хочу лицами, не сычки. Вы сразу, да, ура, это мой шанс, это моя возможность.